День добрый, у микрофона Владимир Сметанин. Приветствую вас, наши слушатели, и приветствую гостей нашей студии. Во-первых, это Максим Корольков, первый заместитель генерального директора Федерального экологического оператора. Максим Владимирович, добрый день. Да, добрый день. И компанию ему составляет Екатерина Демичева, это директор по развитию компании «Русатом Гринвей», консультант Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Добрый день. Здравствуйте. Екатерина, здравствуйте. Повод для встречи у нас с вами в нашей студии довольно существенный. Дело в том, что в эти дни, 16, 17 и 18 ноября в нашем городе Кирове, проходит вторая Всероссийская научно-практическая конференция, тема которой звучит следующим образом – утилизация отходов производства и потребления, инновационные подходы и технологии. Сразу замечу, что такая конференция вторая по счету, первая тоже проходила в нашем городе, это было в конце 2019 года. Ну и сразу же, не теряя времени, потому что у нас всего лишь полчаса на общение, сразу вопрос к вам, Максим Владимирович, в чем значимость этого события, которое сейчас имеет место быть в нашем городе, этой конференции? Кто в ней участвует? Какие вопросы поднимаются, обсуждаются? Что все это значит? Значит, это очень многое. С той точки зрения, что, по сути дела, сегодня создается новая отрасль промышленности, отрасль переработки отходов. И в Кировской области так вот случилось, имеется большое количество специалистов, которые могут быть полезны при создании такой отрасли. Это связано во многом с уничтожением химоружия, которое здесь происходило. Опыт накоплен, то есть. Да, и стало такой доброй традицией уже второй раз. Ученые со всей страны собираются под эгидой Кировской области и обсуждают те наработки, которые у них есть, те проблемы, которые необходимо решать. И это очень плодотворно, потому что за этот год, который прошел с прошлой конференции, действительно достигнут очень серьезные, такие существенные результаты. Мы двинулись все намного вперед. Есть уверенность, полная уверенность, что вместе мы достигнем успеха. Поделитесь сразу же, какие-то конкретные примеры приведите. Конкретно разработанные технологии по получению ценных товарных продуктов из отходов промышленных. И это очень важно, потому что если раньше отходы воспринимались с точки зрения опасности, потому что их выбрасывали в окружающую среду, их не воспринимали как сырье, то сегодня отходы – это ценное сырье, из которых снова и снова, снова и снова можно получать ценные элементы. И это новый, совершенно новый виток промышленности. И это технология обеспечения безопасности любых видов производственных объектов. Это то, что в том числе называют переработкой и второй жизнью. Да, да. Второй, третий, четвертый. Того, что мы выбрасываем, привыкли выбрасывать. Вместо шламонакопителей, вместо свалок мы можем получить зеленые лужайки, современные предприятия, которые снова и снова перерабатывают все то, что вокруг нас, собственно говоря, происходит, образовывается. Это вопросы безопасности, это вопросы контроля, это вопросы новые автоматизированных систем управления производствами. То есть весь тот круг вопросов, которые сопутствуют современным предприятиям. И вот данные направления будут снова и снова развиваться. Я уверен, что в следующем году мы снова соберемся, снова поделимся теми достижениями, результатами, которые мы достигли. То есть речь идет уже о третьей конференции, да, говорите? Я уверен, что да. Все это делается, безусловно, напомним, под эгидой федерального экологического оператора. Конечно. Я напомню нашим слушателям о том, что структура оператора была создана буквально недавно, весной этого года, да, официально была объявлена о ее создании. Нет, в прошлом, само предприятие, которое определено правительством, федеральным экологическим оператором, существует уже там полтора десятка лет, а если всю историю там отсчитывать, то это там десятки лет уже. Мы переименовались в апреле этого года, стали федеральным экологическим оператором. Но это не более чем обозначение той деятельности, на которой мы сегодня сосредоточены. Фактически в прошлом году наше предприятие стало активно реализовывать федеральный проект по созданию вот этой отрасли, переработке отходов промышленных. И, собственно говоря, мы столкнулись с тем, что в России нет какой-то единой общей команды тех знаний и того опыта, который необходим для создания такой отрасли. Мы задались этой целью, проговорили с ведущими вузами страны техническими, в том числе с ВИАТГУ, для того, чтобы специалисты вместе в одном месте собрались, обменялись опытом, сформировали те решения, которые необходимы для создания современных предприятий. И с удовлетворением отмечаю, что результат этой деятельности уже виден невооруженным взглядом. С вашего позволения я поясню, вы тут тоже принимаете самоактивное участие лично, потому что вы кандидат технических налог, да? Так точно. Если не ошибаюсь. И действительно под вашим неусыпным взором, как говорится, это все происходит. Еще разочек хотелось бы, чтобы вы напомнили, какого уровня гости и участники на форуме собраны, представлены. Это, конечно, ведущие кандидаты и доктора наук из разных регионов. В том числе, кстати, в этом году впервые представлены гости из зарубежья, ближнего, да, из Беларуси и Донецкой Народной Республики, что очень важно. Мы начинаем формировать у себя опыт и наших дружественных соседей. Это и, конечно, представители различных региональных органов исполнительной власти, это и надзорные органы, это общественные деятели, что для нас тоже очень важно, потому что та деятельность, которую мы ведем, она должна правильно восприниматься общественностью. Она должна быть общественно приемлемой. И каждый вопрос технический, он рассматривается всесторонне. И по нему уже выносится какое-то коллегиальное решение о том, куда ему двигаться, как его развивать, где его можно применить. Ваш непосредственно доклад, ваше выступление, оно уже состоялось, да? Да. Можно подробности, чему оно было посвящено? Я доложил о тех результатах, которые мы достигли за год в формировании той системы обращения с промышленными отходами, с отходами первого и второго класса. Рассказал о том, что мы сегодня уже создали государственную информационную систему. Это такая цифровая платформа, которая должна обеспечить прозрачность, доступность в сфере обращения с отходами для всех участников рынка. А я как раз накануне нашего разговора заходил на сайт как раз федерального экологического оператора. Если не ошибаюсь, тестируется, да, еще эта государственная информационная система. Простыми словами, в чем ее суть? Простыми словами, это система, в которой предприятие путем таких нехитрых кликов может завести данные о том, что у него необходимо забирать отходы. Ага. Оно их образовало, вместо того, чтобы по себе их складировать, оно подает заявку. Тут же система автоматически связывает его со всеми переработчиками, транспортировщиками отходов, выбирает наилучшие с точки зрения стоимости решения, автоматически формируются договора, с предприятием согласовывается дата приезда, приезжает машина, забирает отходы, увезла. Дальше отслеживается вся цепочка транспортировки отходов, она подпадает на предприятие-переработчик, отслеживается, что отход переработан, его вернули обратно в промышленность, и при этом автоматически генерируется вся отчетность. Если раньше предприятие тратило огромное количество усилий на оформление документов, на поиск, кто вывезет, поиск, кто переработает, не было уверено в том, что действительно переработка произошла, что эти отходы не найдут в обраге, абсолютно точно, то с помощью этой системы уходит огромное количество таких ненужных действий, все прозрачно, понятно, со стороны надзорных органов нет вопросов к предприятию, вся финансовая составляющая понятна и прозрачна. То есть регистрация в этой системе будет обязательной для всех предприятий? С 2022 года она обязательная для всех предприятий, но для того, чтобы предприятия могли подготовиться, о смысле, дать нам обратную связь, что улучшить. Мы запустили с 1 сентября такое тестирование добровольное, где предприятия могут войти, поработать, и эта работа очень активно ведется, то есть уже там сотни предприятий, они активно работают, 39 регионов уже к этой системе подключились, в том числе и Кировская область. 39 с объектов федерации. С объектов федерации. И, соответственно, мы видим, насколько эта система становится живой, комфортной. Тот переходный период, который произойдет между 2021 и 2020 года, будет для всех очень такой комфортный, понятный, и все продолжат работать, как будто так всегда и было. Поясните еще, пожалуйста, очень важный, я считаю, момент. Какого уровня предприятия должны быть в этой системе? Абсолютно все это, и торговые точки, и какие-то маленькие фирмы, компании, которые что-то производят и что-то выделяют опасно? Все предприятия, которые образуют отходы первого и второго класса. Первого и второго класса. Население не участвует в этом процессе, население сдает это все региональному оператору. По обращению с отходами. Да, с таковой. И дальше уже региональный оператор после сортировки уже эти отходы первого и второго класса и передает также через систему. То есть это те юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые в процессе своей деятельности образуют такие отходы. Отзывы какие поступают уже? Вы сказали, что 39 субъектов участвуют. Очень конструктивные отзывы. То есть, предложения в том числе можно оставить. Ценные замечания. То есть, предприятия оценили ту эффективность и доступность этой системы. Те преимущества, которые она им дает, в том числе по снижению затрат и сдержек этих предприятий. И мы, честно говоря, очень довольны вот этой вот обратной связей. Как нарастающий ком, вот это тестирование увеличивается и увеличивается ежедневно. Мы видим, как все больше и больше предприятий вовлекаются в эту работу. Но, видимо, следующий, 21-й год будет таким ключевым уже в доработке этой системы. Потому что, мне кажется, 2020-й у нас проходит, увы, под знаком ковида, против коронавирусных мер и так далее. Да, и государство корректирует в связи с этим свои программы. В том числе и крупные компании этим занимаются. А вот следующий год он будет, видимо... У нас есть обратный посыл на то, чтобы эту систему, функционал ее в тестируемом режиме нарастили. Есть уже запрос от предприятия, можно ли начать раньше в ней работать, еще до 2022 года. Мы сейчас смотрим, как с точки зрения всех требований закона эту работу тоже проводить. Я все-таки не хочу оставлять без внимания еще одну нашу гостью, да, Екатерина Демичева. Напоминаю, ты директор по развитию Росатом Гринвей, консультант организации объединенных наций по промышленному развитию. Ну, перед тем, как я вас спрошу непосредственно по вашему профилю, да, все-таки ваша оценка этого мероприятия, этой конференции, которая проходит в нашем городе. Вы тоже выступили, да? Да, я и выступила на конференции, как раз дала оценку международному опыту и то, как мероприятия, которые сейчас реализуются в нашей стране, коррелируют с тем опытом, который накоплен в странах Запада и в некоторых странах Востока. И также вчера принимала участие в интеллектуальной игре Zero Waste, которая проходила среди студентов четырех вузов, Вятгу, Удмуртского государственного университета, Саратовского университета и Иркутского государственного университета. И я, наверное, на этом вопросе остановлюсь отдельно, потому что крайне важно готовить молодых специалистов и к работе с отходами первого-второго класса опасности, и в целом к реальности, с которой они, как экологи, столкнутся, и воспитывать молодое поколение в духе того времени, в котором мы живем. Так вот, что я хочу отметить, что надежды на наше молодое поколение, они есть, ребята... Позвольте, я вас перебью, давайте переведем, чтобы на русский язык, чтобы было более понятно, Zero Waste, то есть это безотходный, да? Да, ноль отходов. Ноль отходов. Ноль отходов, да. Это интеллектуальная игра, она была посвящена проблемам экологии, проблемам обращения с отходами и выстраиванию этой системы. В частности, ребятам были выданы кейсы о том, как повести себя в той или иной ситуации, как предприятие-отходообразователь или переработчик отходов должен повести себя в той или иной сложной ситуации. Например? Что за форс-мажор? Например, предприятие направило отходы не на утилизацию, а свалило в ближайшем лесу. Какова будет ответственность руководителю этого предприятия, какие штрафные санкции на организацию накладываются, да, и как следовало бы правильно поступить в этой ситуации. Ну уж точно не вываливать. Точно, да, абсолютно. И ребята из других вузов также готовили вопросы касательно кейсов, которые ребята решали. И что было интересно касательно этой ситуации, что ребята посмотрели на ситуацию с разных точек зрения. И с точки зрения ужесточения природоохранного законодательства, и с точки зрения, а как можно было бы нивелировать риски, если такая ситуация случилась и так далее. Поэтому, во-первых, такой игровой формат, он позволяет повысить заинтересованность студентов в реальной работе, да, и в экологических проблемах во многих аспектах. Во-вторых, позволяет понять, что всё-таки экология, обращение с отходами – это мультидисциплинарная область. То есть здесь нужно быть и юристом, и финансовые аспекты принимать во внимание, и технологическую часть в том числе. И, в общем-то, мне кажется, что ребята достаточно хорошо погрузились, и это им обязательно пойдёт на пользу с точки зрения повышения своего профессионального уровня. Я правильно понимаю, дистанционно, да, проводилась всё-таки игра? Дистанционно, да. Ребята из названных городов, они по видеосвязи участвовали. Да, да. Да, в общем-то, это было интересно, и мы, как члены жюри, были и представители Кировской области, и даже были международные эксперты из Осло. В общем-то, все сопереживали, и очень сложно было выбрать победителя, потому что тот уровень, который студенты сейчас демонстрируют в погруженности вопроса, он действительно очень высокий. Позвольте, перед тем, как я вас спрошу, а как там в Европе, потому что вы это всё знаете воочию, да, на личном опыте убедились, потому что там работали, чего, на ваш взгляд, всё-таки не хватает вот нашим студентам, нашему молодому поколению для того, чтобы действительно сфера обращения с отходами у нас была на достойном уровне, мировом уровне? Мне кажется, не хватает вот именно таких реальных кейсов, да, когда они понимают, с чем им в реальности придётся работать, да. То есть некая оторванность от жизни, они ещё не понимают... Не то чтобы оторванность от жизни, да, но, в общем-то, выпускаясь из университета, не всегда есть глубокое понимание того, да, что нужно быть и финансистом, и юристом, и технологом, и так далее. И не очень много, к сожалению, практического опыта. Я ярый сторонник того, чтобы студенты проходили практику на предприятиях. К сожалению, иногда у нас... Честно, мы говорим, в полях. В полях, да, именно в полях, да. Потому что это, в общем-то, помогает им дальше более осознанно относиться к учёбе на более старших курсах и видеть проблему с разных сторон. Угу. Хорошо. Чуть позже вернёмся к вам. Просто сейчас хочу передать инициативу Максиму Владимировичу по поводу, ведь молодёжи и молодых кадров тоже есть определённые, да, у федерального экологического оператора задачи, своё видение. Поясните, пожалуйста, ещё раз напомните, если вы об этом говорили. Да, конечно. Мы, говоря о новой отрасли, о новых предприятиях, сразу думаем о том, а кто на них будет работать. Ведь, как правильно Катерина сказала, это совершенно новые знания, новые знания, которые должны совмещаться с таким практическим, профессиональным опытом. А где этот опыт получить? Если в России таких предприятий нет. И мы сейчас сформировали совместно с нашими ведущими вузами такой целый ряд программ. Это, прежде всего, ненделеевские классы, это школьное образование дополнительное, где школьники могут получить уже практические навыки работы на уроках химии, физики, различных технических специальностях, увидеть, как оно работает, почему работает, не только по книгам, не только теоретические знания, но и такой практикум. Мы сейчас планируем в этой связи еще запустить ряд таких посещений предприятий химикологического профиля, но для того, чтобы все видели, а как оно на самом деле. Студенты или школьники? Школьники, в том числе школьники. Второе направление – это, естественно, студенты. То есть мы сейчас сформировали такие новые программы сетевого обучения с бюджетными местами. Мы понимаем, что молодежь заинтересована для того, чтобы не только отучиться на бюджетных местах, но и получить потом полноценную работу оплачиваемую. И те предприятия, которые сейчас создаются, да, в 2024 году они должны быть запущены, должны уже соответствующими специалистами наполняться. Те, которые не просто знают понаслышке о таких предприятиях, а уже обладают таким практическим опытом. И вот такую работу в регионах нашего присутствия мы уже ведем. Ну и в нашем, соответственно, вашим партнером является Вежурский госуниверситет. В Вежурский госуниверситет, в ГУ в том числе формируются такие бюджетные места с подготовкой, где студенты разных курсов смогут кто-то там перейти на это образование, а кто-то прям с нуля, с первого курса отучиться. А ваша оценка, кстати, уровня подготовленности, подкованности именно наших студентов? Я тут согласен с Катериной, что знания теоретические, они, конечно, на очень высоком уровне, и это очень отрадно, но вот практического опыта, конечно, не хватает. И мы рассчитываем, что совместив вот эти вот процессы, мы сможем получить уже на выходе из вузов таких специалистов высокого уровня, которые смогут сразу переходить на столь ответственные участки, как вот Экотехнопарки по переработке отходов. А Менделеевские классы, что касается их, вы сейчас можете или еще об этом рано говорить, назвать, может, конкретно в учебное заведение в нашем регионе? Ну, конкретно в Кировской области это школа в Мирном. В Мирном? Да, конечно. В поселке Мирный. В Мирном, который находится в непосредственной близости, в нескольких километрах от Экотехнопарка, конечно, мы в первую очередь ориентируемся на то, чтобы жители населенных пунктов, которые там находятся в непосредственной близости от таких предприятий, были в первую очередь трудоистроены. У них в первую очередь должна быть возможность работать на этих современных предприятиях. Екатерина, ну давайте вот у нас есть немного времени, несколько минут, мы переместимся в Европу и услышим, как там построен этот процесс. Ну, сказать, что нам есть чему поучиться, это, видимо, ничего не сказать, но все-таки какие-то основные моменты. Мы к этому будем ведь идти, да, к чему пришел весь цивилизованный мир уже в плане обращения с отходами. Обязательно. Я, наверное, в первую очередь хочу отметить, что весь цивилизованный мир, да, как вы сказали, особенно страны Западной Европы, они свою модель обращения с отходами все-таки брали в Советском Союзе. У нас есть очень хорошая школа, да, особенно в части обращения с ТКО и вторичными материальными ресурсами. Поэтому, в общем-то, нам очень важно поднять и нашу практику, да, которую мы немножко подзабыли, да, за 90-е годы, и реализовывать ее уже на другом уровне технического прогресса. Что важно в странах Европы, это то, что по отходам, которые относятся к отходам первого-второго класса опасности, осуществляется государственное регулирование, какую бы страну мы ни взяли. Да, и прошу прощения, давайте еще раз поясним, потому что, ну, людям свойственно забывать, да, какие-то вещи основные. Первый и второй класс опасности — это вот самое распространенное, что... Это аккумуляторы, это стойки органические загрязнители, это пестициды, это отходы гальванических производств, отходы обработки металлов. Лампочки всевозможные, да, совершенно верно, ртут содержащие, соединение мышьяка, свинца и так далее. Это вот основные категории отходов. Это то, что нас окружает в повседневной жизни, то, с чем мы контактируем, да. Касательно отдельных категорий отходов, да, да, то есть, но тот же самый ртутный градусник, он не является опасным до тех пор, пока его не разобьешься. Вот, поэтому здесь тоже в отношении приборов и изделий следует иметь это в виду. Да, хорошо, спасибо, что пояснили. Да, в Европе обязательно существует государственное регулирование на федеральном уровне, на уровне Европейского Союза. Вводятся нормативы, нормы, которые полностью обеспечивают и прозрачность системы, да, и одинаковые правила игры для всех игроков на этом рынке. Приведите, пожалуйста, конкретный пример, вот картину нарисуйте. Если что-то организация сделала не так, то что ее ждет в Европе? Ну, мало того, что тебя, видимо, штрафами задают. Да, безусловно, и штрафы там немаленькие, штрафы там такие, которые, в общем-то, из-за которых предприятие может закрыться. Да, безусловно, это проверки. То есть, не выполняя требования, ты можешь просто крест поставить на свои деятельности, раз и навсегда. Да, особенно это касается Германии, Австрии, в которых экологическое законодательство, оно наиболее суровое, и это в том числе сформировалось таким образом благодаря общественному контролю. Предприятия начинают проверяться всеми службами, аналоги наших Роспотребнадзоров, Росприроднадзора, Росттехнадзора. Они проверяют соответствие технологических процессов, установленным нормативом, правила обращения с отходами на всем пути, начиная от ворот и заканчивая утилизацией или размещением вторичных отходов, если такие образуются, и выбросами, и сбросами. Отдельно хочу сказать, что достаточно высокий уровень технического прогресса сейчас обеспечивают соблюдение экологических требований. То есть, все предприятия являются современными, практически отсутствуют выбросы и сбросы, и об этом... То есть, как раз безотходное производство, да? Да, безотходное производство, а если какие-то отходы или материалы образуются в процессе технологическом, то эти отходы являются вторичным материальным ресурсом. Они используются как сырье в других производствах. В экологичности таких предприятий можно убедиться, зайдя на сайт таких предприятий, если данные мониторинга доступны, как правило, в онлайн-режиме. И осуществляется общественный и государственный контроль таких объектов. Отдельно хочу сказать про Европу в части опасений, да, о том, что такие объекты могут являться опасными для жизни и здоровья людей. К счастью, нет. Достаточно посмотреть на карту размещения этих отходов. Они и в интернете доступны, и можно во многих средствах массовой информации об этом узнать. Достаточно плотная сетка таких предприятий. Если бы они были опасные, конечно же, никто бы их так близко к негаселённым. Но это не секрет, что зачастую в самом центре густонаселённой местности города стоит завод по термической утилизации отходов. Поэтому нам, безусловно, стоит перенимать опыт западных стран, но не забывать, что у нас накоплены свои значительные компетенции, и существует законодательство, в рамках которого мы тоже должны работать. То есть учитывайте нашу специфику, да, российскую. Максим Владимирович, известно, какие сроки точные, они обозначены, когда мы должны прийти, вот действительно, чтобы у нас система была очень похожа на европейскую модель. В 22-м году мы приступаем уже к реализации этой системы. В 23-м году первые предприятия уже вводятся в эксплуатацию. Нет, а так, чтобы вот прям идеально там все как по струнке ходили, чтобы не было этих свалок уже, о которых мы упоминали неоднократно. К сожалению, свалок нахоплены в нашей стране за эти десятилетия достаточно много, и так просто их не разгребешь. Но к тому, чтобы новые свалки не появлялись в 24-м году, я думаю, мы к этому состоянию придем. Ну, 24-й год, я напомню, он знаковый для нашего города. 650-летие там будет отмечаться, и я думаю, что существенные подвижки и преобразования в плане сбора отходов, утилизации отходов, они должны быть, конечно, сделаны в качестве одного из подарков, да, к такой круглой дате. Я еще хочу вернуться к теме, Екатерина напомнила, и вы об этом тоже немного сказали, взаимодействие с общественностью. Можно еще поподробнее? Есть у нас 3-4 буквально минутки, чтобы... Я почему об этом спрашиваю? Потому что мы читаем ведь в соцсети, да, и мы видим зачастую неконструктивные, например, высказывания, где эмоции хлещут через край, да, и люди говорят, что все плохо, и будет только хуже. Насколько я понимаю, вы не об этой общественности говорите, когда... говорите, что будете взаимодействовать с ней. Мы не просто будем. Мы взаимодействуем с общественностью с самого начала. В конце мая 2019 года мы уже здесь проводили круглый стол, еще даже не начали проектировать эти предприятия, а мы уже провели обсуждение тех озабоченностей, которые есть у общественности, на что обратить особое внимание. И вот такую практику таких вот мероприятий мы вот ежемесячно, раз в два месяца обязательно проводим. И в том числе в рамках вот тех уже конференций, о которых мы сегодня говорили. Вторая обязательная история – это доступность информации. То есть непосредственно и в Кирове, и в поселке Мирный, который там находится ближе всех к объекту, открыты общественно-приемные, где любой желающий может прийти и получить всю необходимую для него информацию. Это, конечно, онлайн-ресурсы. Да, они доступны, они... Есть отсылки на наших сайтах, фейвотуда, где можно в текущем режиме получить, что делается, как это будет, откуда, какие отходы повезут, в каком состоянии находится проект, когда можно будет трудоустраиваться на работу, какие рабочие места и так далее и тому подобное. То есть эта информация постоянно обновляется, она доступна. Мы, конечно, понимаем, что тот, кто не хочет, не слышит, не слышим, но все-таки все необходимые инструменты для обратной связи, они существуют и в очном, и в заочном формате. Поэтому... А насколько сейчас активно жители Мирного того же интересуются? Очень активны, очень активны. Мы видим достаточно серьезный запрос на информацию. Конечно, всех интересует объект, когда он будет работать, какие рабочие места, когда можно будет рассматривать трудоустройство и так далее. И это очень важно, потому что мы перешли действительно в конструктивное русло, когда от эмоционального восприятия этого вопроса и мы перешли к его осмыслению и к тому, а что от этого будет области, как лучше это все организовать для того, чтобы то, что делается, оно шло на благо жителям. Вот уже, я смотрю на часы, подходит к концу наша сегодняшняя беседа. Напомню, что у нас было всего лишь полчаса. Последние какие-то в рамках этой передачи, конечно же, заключительные слова. Еще раз подведение итогов конференции Кировской. Максим Владимирович. Ну, я еще раз хотел бы выразить благодарность Кировской области, ВИАДГУ, за организацию такого чудесного мероприятия. Все прошло как по маслу, что называется. Привлекли несколько сот человек для ее участия. Это очень важно. Мы эту работу продолжаем. И я уверен, что в недалеком будущем мы все увидим такие результаты этой работы. Вздохнем полной грудью. Увидим, что количество свалок действительно в лесах там здорово уменьшается. Ну, и самое главное, берегите себя, берегите здоровье. Сейчас это для всех очень важно. Безусловно. Екатерина, ваши выводы в целом довольны. Ну, и советы конкретные нашим слушателям, жителям. Чего не делать, чтобы землю не загрязнять? Во-первых, крайне довольна, если коротко. Я отмечу очень высокий уровень участников этого мероприятия. Тот факт, что огромное количество людей с учеными степенями и званиями посещают мероприятия и очень живо обсуждают вопросы, которые касаются экотехнопарка. И в целом проблематики, которая поднималась на конференции, он свидетельствует о том, что людям это интересно, и что экологические вопросы в повестке крайне актуальны. Ну, а всем слушателям радио и жителям Кировской области я хотела бы пожелать задумываться о своем поведении, формировать и воспитывать в себе экологически ответственное отношение к окружающей среде и к потреблению, и не забывать про принципы ноль отходов, выбрасывать как можно меньше, перерабатывать максимально и отказаться от тех вещей, которые им, в общем-то, не нужны, которые потом отправляются на свалки. Спасибо. До новых встреч, видимо, да? Мы говорим в конце, уже ближе к завершению нашей беседы, эти слова. Еще раз напомню, что наши гости Екатерина Демичева, директор по развитию Росатом Гринвэй, консультант Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, и Максим Корольков, первый заместитель генерального директора Федерального экологического оператора. Всего доброго. Да, спасибо. До свидания. Полезный город